А есть какой-то сейчас тренд в виде? Да, нам один раз такую пиццу довезли, что мы угорали, что он бы с ней делал, когда вез. Она там вот так вот перевернута, завернута. Я говорил, вот так... Трендчарт, Лайк ФМ. Друзья, еще раз огромный привет всем говорю. Я Виталик Мишура в эту пятницу, и сегодня напротив меня суперчеловек, суперстас. Есть, я здесь. Я думаю, что вы точно его смотрите. Вы наверняка видите его обзоры и на масс-маркеты, и на рейстике. и наверняка пускаете слюнки, когда он в очередной раз какую-нибудь вкусную еду ест или кого-то этой едой кормит. Конечно, конечно. Ко мне приходят всегда и говорят, блин, спасибо, до тебя не ел, с тобой поел, зови еще. Ну, сразу скажу, сегодня Стас к нам пришел без еды, хотя, может, гримерка что-то припас, я пока не знаю. Ладно, есть стандартный вопрос, который я задаю всем, кто приходит к нам сюда, и он будет не про еду, про музыку. Скажи, пожалуйста, что лично тебя в последнее время в музыке впечатлило, вдохновило, может, удивило? Да слушай, я у меня, знаешь, как сейчас много перелетов, у меня там какие-то скачаны треки, которые там, называется, подборка была, хиты 100 лет, типа, самые популярные, и все, я слушаю, у меня там и Макан где-то вылезает, и Big Beat Tape 4 на 4, тут слушаю ACDC, потом переключается на Макан, и я такой, типа, знаешь, я сейчас, типа, я меломан. Это очень хорошо сейчас, да, разучало. Я музыку слушаю по настроению, вот вчера летел, что-то, вот мы вылетали из Уфы, я летел, и мне не хотелось радости, но я что-то, вот, грустненько переключал до грустненьких треков. А вот у тебя есть, знаешь, вот у меня многие друзей, и есть так называемая взлетная песня, которую вот на взлете обязательно включают, и такие, ну, полетели. Нет, я, когда взлетаю, я вот так, типа, сжимаюсь здесь. А ты боишься? И помогаю самолету. Нет, нет, я не боюсь, но просто самолету помогаю взлететь. Значит, если бы не я, он бы не взлетел бы. Есть артисты, на чьи концерты бы, вот, с кайфом вообще ворвался, посмотрел бы, послушал. Я 28-го иду к Риду, на сольник, на его день рождения, вот, да, я хочу попасть. Вообще концерты не люблю, но почему-то вот этот вайп, который он создал вокруг, типа, день рождения, большой концерт, вот, хочу туда сходить. Как тебе вообще игра Крида в рэпера? Ну, он же такой попсу делал в самом начале своей карьеры, а потом стал такой, все, я рэпер. Ну, согласись, у него получается все. Мне вот кажется, вот сейчас трек у него, дым, вот мы едем, типа, дым, и вот это, и он включается, я такой, типа, по радио, и ты начинаешь кайфовать. Мне кажется, у него и кальян рэп получился, и попса, и какие-нибудь у нас, мы бы делали вот перед Новым годом, пацанский фонг, таро, все. Ну, я видел, как этот человек работает в жизни, как этот человек работает на студии, вот там мой линейный продюсер все там помогал, говорит, ну, это человек в музыке просто рыба водит. Все, это лучше реклама Крида от Супер Стаса. Блин, а вы, типа, ну, реально решитесь ли тебе просто вот прям вкатывает музыку? Нет, я до еще, когда мы, он пришел ко мне, чтобы я ему чуть помог по Ютубу, я утро начинал с чего? С Криды. С Будильника. Серьезно? ЛП, Миланы Хамеды, Будди, Будди, Будди. Ну, тут нет такого, что в музыке нет, что вот я не иду, типа, человек плохой, и все. Если трек мне нравится, я слушаю. Ну, ты не говоришь, что у тебя, Егор, плохой, как бы при этом. Нет, просто я к артистам, и артисты выпускают музыку, что у них, если лично знакомиться, это одно, а слушать музыку, это другое. А давай поговорим, сейчас зайдем на твою территорию, вот, и поговорим немножко о тебе. Поскольку трендчарт, я бы хотел с тобой поговорить о трендах в еде, потому что, знаешь, там, какое-то время, вот, наверное, корейский фастфуд, да, стал таким трендом в рейстиках, до этого были там бургеры, все кому-нибудь по поди открывали бургерные и так далее. А есть какой-то сейчас тренд в еде? Слушай, я видел, что плоские куросаны пошли, вот, все вот снимают. Так это проблема доставки, наверное. Это не проблема пекарной. Если курьеры перестанут падать, будет нормально куросаны, да. Да, нам один раз такую пиццу довезли, что мы вот угорали, что он бы с ней делал, когда вез, она там вот так вот, вот так вот перевернута, завернута, я говорил, вот так, как в фильме «Метод», в общем, старый фильм с Виллом Смитом, да, я не прям вот трендовик, знаешь, я вот слежу, вот эти тренды, я знаю, что есть три черепахи, три слона, на которых стоят вот еда, это пицца, это бургеры, и это шаурма, которая сто процентов, как бы ты никогда не... Волшается, Италия, Америка, Турция. Ну, это у нас вот то, что заходит в Россию, что сто процентов ты откроешь, и люди это примут, потому что есть, например, какие-то ответвления, типа хот-доги, не принимая, знаешь, типа в аккурат, типа ребята пытаются, делают, но это не становится каким-то всероссийским трендом, если ты захочешь, сейчас выйдешь, то ты там через какой-то найдешь шаурму, где-то там недалеко бургерную, или вот в секунду тебе привезут свежую вкусную пиццу, такого с хот-догами, или с какими-то там стейками их плохо довести, понимаешь, еще работая система против коронавируса, доставка, она стала частью нашей большой жизни, и мы смотрим, что вот, например, некоторые продукты сложно доставлять, типа не доедет, там знаешь, стейк, тот же, ну конечно, определенное правило хранения, да, так что, вопрос, ты человек, который разбирается в этом, все это знает, где в России самая вкусная шавуха? Возле дома. Это гениальный ответ, просто, так невозможно мазать. У каждого есть своя любимая шавуха, возле дома, где-нибудь на районе, которые люди едят, вот, так что, я всегда говорю, на вкус и цвет, разные предпочтения, кто-то любит, с говядиной, кто-то с курицей, кто-то остренькую, кто-то в сырном лаваше, кто-то в пите. А много у тебя роликов, где там, кормишь звезд, дешевой едой, вкусной едой, обещаешь сводить в дорогие рестораны, в итоге, по факту, сколько денег нужно тратить на еду? Много или можно за мало вкусно поесть? Столовые доказали, что, типа, можно вкусно домашнюю еду, смотря, что ты хочешь. То есть, есть, когда ты выходишь за рамки своего аппетита, за рамки своих, как говорится, предпочтений поесть гречку с котлетами, тут все зависит от твоих пожеланий. Давай я перефразирую. Хорошо, дорого всегда вкусно? Нет. И у меня это есть доказательство, что дорого не всегда вкусно. То есть, мы доказываем, что иногда и дешево, круто, вкусно, и соотношение цена-качество. Вот это я всегда говорил. Потому, у меня есть заведение, где я всем советую все по 200, все блюда, все по 200. Ну, и говорю, что есть какие-то стейки уругвайские, по 17 тысяч, от которых у меня, вот, либо вам волосы наговорились. Вот смотри, у меня такой вопрос обывателя, да? Я все время тоже там делал обзоры на ретики, я понимаю, но я хочу вопрос от наших слушателей. Как мясо может стоить 17к? За что я плачу такие деньги? Типа, за перелет из Аргентины? Доставка, откормка, само как, если можно в любой отрасли, вот давай я так, я могу задать, почему чай может стоить за, блин, миллион рублей? Почему обвес на Мерседес может стоить несколько? Ну, а какой процент маркетинга вот в этом, в стейке? Проблема, я думаю, доставки, проблема транспортировки, хранения, зависит, где находится ресторан, я думаю, что, я вот даже недавно заказывал стейк, рибай, и он обошелся, просто кусок мяса, 3 800 рибай. Не жарим, просто кусок. Без работы повара, просто невеста Яна пожарила, 3 800 это только кусок мяса, то есть о чем мы говорим, если это какой-то, это может быть местного нашего производства, а что мы говорим, уругвари, японская коба, то есть это все зависит, понимаешь, дорого, я всегда говорил, это все от наших финансовых возможностей, потому что я могу найти стейк за 350 рублей, поесть мясо, могу, если есть такая возможность, но я не хожу каждый день и ем, я просто себе, знаешь, делаю такой праздник, мы заходим, и можно бахнуть этот стейк, кайфануть, и все, и пойти, и потом на праздник, знаешь, даже если я блогер по еде, мне не позволяется каждый день, есть такие стейки, это праздник. Про деньги еще вопрос такой, платят ли тебе, или пытались ли тебе платить рейстики, типа, Стас, ну скажи, что мы класс, скажи, что у нас вкусно, или что у нас лучший магазин России. Есть позиция, которой мы придерживаемся, вы можете заплатить, но купить ничего не можете, мнение не можете купить. Да, то есть... Типа, мы возьмем, даете, давайте деньги, но мы скажем объективно. Ну, всегда так было, и все так так будет. Хотите, в приоритет ваше заведение, мы обозреем, но я буду говорить, вы будьте готовы, что я буду говорить честно, неважно, что это за заведение, кто ее держит. Я тебе сейчас поставлю несколько треков, в первую очередь, попробуем их угадать, а потом обсудить, в принципе, как тебе эти песенки. Попробуем. Первый из них вот такой. Мне сегодня нельзя жару, Я уеду домой в такси, На заднем убита, Без пули, Если хочешь, Тогда спаси, Надеюсь, Ты осознал, Как я часто была права, Трачу нервы, Теперь как бездна, Плачу за свои сновы, Не даю. Ну вот так, уже можно угадать? А Насте с Алиэкспрессом? Вообще-то это Артикасти. А, да? Это Сивиль, да? А, Сивиль, да, Знакомый с ней, Хорошая девчонка. Ну, мотив вот этот... Угадывается, да? Ну, вот чувствуется, что это Анасти, вот этот именно, эта тематика, вот этот девчачья вечерняя ресторана такая. Да, 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 да. Так вот, типа... И потом... Па-ба! Слушай, а вот знаешь, что интересно? Ну, как будто для девчонок есть, да, вот, Артикасти, есть Аня Асти. Типа, вот что-то нужно такое прям, оторваться, да? Вот, пожалуйста. А для пацанов есть какая-то такая же музыка? Ну вот Куда не приходишь, чтобы пацаны оторвались Это скриптонит Мне кажется, это все Включается бар и дальше не буду Засчитано Мы знаем эти песни Дерождение было, там только включается скриптонит Маслененько в микрофон руки Сейчас еще один трек тебе поставлю Вдруг ты знаешь этого исполнителя Песня называется Наше лето И вновь нахожу не тебя Твои слезы под опадом И сносят ураганами И в них я теряю себя Все Вот так Что еще сказать про этот трек? Чисто трек в машине включить Мне кажется, где-нибудь вечером едешь По летней Москве вырубить Где-нибудь в свои копеечки Хорошо Потому что басы больше Музыка больше валит, чем слова Тут больше, наверное, в мелодии круто А слова на фоне что-то там подпевают Не, исполнители точно не знаю Это Пуси Киллер Ну супер Я сейчас предложу тебе тоже пару треков Это уже будут не российские исполнители Послушаем, угадаем, угадаем Если нет, просто с точки зрения того Как они могли бы стать фоном для твоей жизни Вот первый из них Это его плейлист, походу Слушай, просто здесь вот эти характерные звуки Вот эти синты Это, мне кажется, по ним четко узнается Бенни Бенаси Который сатисфакшн, помнишь? Ти-ни-ти-ти Вот А что про него можно сказать? Ну и хорошо, наверное Хороший парень Бенни Бенаси Спасибо большое Делай хорошую музыку Если ты слышишь Контактик И вот еще один трючок Который сейчас тебе врублю На русском Как ты просил? Сейчас послушаем Узнаешь, не узнаешь Кто это? Что это? Зачем? Почему? Стук дверь В унисон Вместе с ветром Открываю Степь А кто это? Так, это Мальбек И Тось Чайкина Да Но по стилю да Спасибо, Каталл, честно Вот еще бы дал мне две минуты И бы я точно распознал бы Вот это Не, честно, кстати Это себя скажу У Тось до этого был С Маркулом трек В сердце бахнули стрелы И прям по биточке Ну прям похоже получилось Почему-то Не знаю почему Вот Ну ладно Связываю еще раз Твою тему С темой музыки И вообще Тема того, что Многие блогеры Уходят в музло Ну извиняюсь Литвин развалил чарты Да, в конце прошлого года Просто взял Выпустил трескл Больше не буду этого делать Извини, спасибо А вот мои бриллиантовые диски И так далее У тебя не было никогда идеи Так вот бахнуть Зайти Нет, у нас было типа Открывашку для какого-то шоу Прикольно сделать У нас даже были мысли У нас есть Все или ничего О, нормально И есть у Элуана Все или ничего Да, да И мы вот что-то думали-думали Но потом уже просто Начали снимать шоу Слушай Если есть какие-то Знаешь Возможности Если есть какие-то Приходят с треками То есть ты же не сам это написал Теперь густрайтер Там принес И ты подумал Что это прикольно Я думаю Выпустить можно Но Это же отдельная работа Отдельная работа С музыкой Чтобы это стреляло Потому что Ну Один трек Выпустить и стрельнуть А потом 10-20 выпускать Который просто Где-то походить мимо Он его очень сильно Летин раскручивал Видел Там Жестко Снимал И это типа Примерно как ведется Работа сейчас с треками А если вот так вот выпускать Как конвейер И не использовать Нынешние соцсети То треки будут уходить Там за секунду Ты выпустил Он прошел Выпустил Он прошел Все работает Как тебе поможет Тикток В этой возможности Потому что Тебя может Какой-то тренд подхватить Какой-то эффект Подхватить И твой трек Уже будут слушать Все кайфовать Так что Я пока вот В еде Мне нравится Я кайфую Я в ней разбираюсь Меня слушают К моему мнению Прислушиваются Зачем мне эта музыка Да и Там их хватает Но если Гострайтер придет Ну если какой-то Прикольный трек У нас же там вот Леха Лехи инсталлировал Под горы написали Прикольный Крутой такой Мотивационный трек Он выпустил Если что-то прикольное Попадется на моем пути Ну почему нет Но это такое типа Свяжитесь с нами Суперстаз ждет Извязывайте Транчарт Подходит к своему завершению Сегодня Огромное спасибо Мы говорим нашему гостю Суперстаз Спасибо тебе Стаз Я здесь Спасибо тебе большое Что пришел Классно поболтали И про еду И про музыку В общем про то Что мы любим Вот А теперь я прошу тебя Как-то зарядить нас На предстоящие выходные И что-то хорошее Всем нашим слушателям Сказать Вперед Хочу сказать Что главное Что знаешь Я недавно для себя понял И услышал пословицу Знаешь Если тебе дадут 10 миллионов Но скажут тебе Что ты завтра не проснешься Ты согласишься 10 миллионов Согласишься Вот значит Когда вы просыпаетесь Знаете Что ваше утро Когда вы проснулись Дороже этих денег Очень красиво И просто улыбайтесь Смотрите какая погода Слушайте Вот мы ездили Недавно вечером На самокате Слушали Пение птиц Это Просто немножко Надо слиться Немножко отпустить Какие-то свои проблемы Сделай И просто посмотреть Насколько Все вокруг круто И как я говорю Иногда Мы сейчас Сообщаемся Димой Живите свою лучшую жизнь Она у вас Как говорится Одна Это Это Суперстаз Спасибо Радио Лайк ФМ Слушай Что нравится Слушай